Как мы видим, существует достаточно большое количество видов страхования, и их количество исчисляется сотнями. На примере нескольких видов страхования мы с вами можем понять, зачем страхование нужно физическому лицу. Из наиболее понятных видов личного страхования выступают два вида, а именно обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование. Как мы уже говорили, обязательное медицинское страхование предполагает, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право на оказание определенного комплекса медицинских услуг. Для того, чтобы этот комплекс медицинских услуг ему был оказан, предполагается, что государство должно обеспечить выплату определенных денежных средств медицинским работникам, поликлиникам, больницам, куда будет обращаться данное застрахованное лицо. Страхователям в данном случае выступают или государственные органы власти, если речь идет о неработающих или детях, или в качестве страхователя будут выступать предприятия, которые определенную часть перечисляют за своих работников. Деньги перечисляются в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Данный вид страхования является обязательным. И именно этот фонд обязательного медицинского страхования переводит средства за каждое застрахованное лицо, поликлиники, больницы и иные медицинские пункты, которые проходят по программе обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день, по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в нем 146 миллионов застрахованных лиц. Участвуют в этой программе 54 страховых организации, и эти средства перечисляются в 8501 медицинскую организацию. Ниже приведен сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Кроме обязательного медицинского страхования, есть еще добровольное медицинское страхование. Наличие добровольного медицинского страхования связано с тем, что застрахованное лицо, застрахователь, могут хотеть получить более качественный комплекс услуг, чем по обязательному медицинскому страхованию. В этом случае страхователем может выступить или само физическое лицо, или предприятие, которое будет перечислять страховой взнос страховой компании. Опять-таки, в качестве страхователя может выступать физическое лицо, каковым являются родители, перечисляющие взносы за своих несовершеннолетних детей. Наличие полиса дополнительного медицинского страхования предполагает, что застрахованное лицо, выгодоприобретатель, может получить более больший комплекс медицинских услуг и более высокое качество оказания этих услуг. Но при этом тоже надо понимать, и мы об этом будем говорить, что размер страхового взноса будет различным для случая, когда в качестве страхователя будет выступать предприятие и для случая, где в качестве страхователя будет выступать самостоятельное физическое лицо. А именно, в случае, если страхователем будет выступать предприятие, как правило, страховой взнос будет меньше. Это связано с тем, что предприятие страхует большое количество своих работников, ну и, естественно, страховая компания в этом случае получает больший размер премии, что делает ее услуги более дешевыми. Но мы об этом чуть ниже поговорим, когда будем говорить о размере страхового взноса, от тех факторов, которые влияют на формирование страхового взноса. Дополнительное медицинское страхование несопоставимо по объемам с обязательным, медицинским страхованием суммы гораздо меньше, но, тем не менее, если говорить о статистике, то, по данным Центрального банка, в 2015 году по этому виду страхованию собрано 128,9 миллиардов рублей. При этом страховая компания заключает договор с одним или несколькими медицинскими учреждениями, которые оказывают помощь застрахованному лицу в соответствии с указанными страховыми случаями. Чуть ниже мы с вами поговорим об особенностях определения правил страхования и о том, какие пункты себя должен включать в страховой полис. В данном случае, если речь идет о добровольном медицинском страховании, речь идет о тех видах медицинских услуг, которые оказывает то или иное медицинское учреждение в соответствии с данным страховым полисом. То есть, к примеру, это может предполагать оказание только каких-то самых необходимых видов услуг, а может, к примеру, включать в себя оказание стоматологических услуг, которые стоят гораздо больше. То есть, это во многом зависит от размера страхового взноса и от тех страховых случаев, которые указаны в полисе дополнительного медицинского страхования. Независимо от того, является ли застрахованное лицо владельцем полиса обязательного медицинского или полисом дополнительного медицинского страхования, у такого застрахованного лица есть определенные права, которые обязательно знать. Ну, во-первых, любой гражданин Российской Федерации, он может участвовать во всех видах медицинского страхования. Если речь идет об общем медицинском, обязательном медицинском страховании, соответственно, автоматически любой гражданин становится участником этой системы. Если он является неработающим гражданином, то взносы за него осуществляются местными органами власти. Если он является работающим, за него автоматически платит предприятие. Если же речь идет о том, что застрахованное лицо хочет участвовать в дополнительном, добровольном медицинском страховании, то, как мы говорили, вариант, возможно, следующий. Или само застрахованное лицо платит страховой взнос, или за него страховой взнос платит его предприятие. Второе право, которое есть у всех застрахованных лиц, это свободный выбор страховой компании и врача. В случае, если речь идет об обязательном медицинском страховании, соответственно, речь идет о всех медицинских учреждениях, которые входят в систему обязательного медицинского страхования. Если речь идет о добровольном медицинском страховании, то, соответственно, застрахованное лицо или страхователь может сам выбрать ту страховую компанию, который ему больше нравится, ну а соответственно у этой страховой компании обычно существуют определенные договорные взаимоотношения с определенными врачами, с определенными поликлиниками, с определенными больницами. Но в рамках этих учреждений любой застрахованное лицо и страхователь может выбрать самостоятельно себе врача. Ну и самое главное, и по полису обязательного медицинского страхования, и по полису добровольного медицинского страхования, страхователь имеет право контролировать выполнение условий договора медицинского страхования опять-таки в пределах тех страховых случаев, которые описаны в данном договоре. И в случае, если эти обязательства не исполняются, имеет право обжаловать действия медицинского учреждения. Ну в случае, если речь идет об обязательном медицинском страховании, я указывал сайт, куда надо жаловаться в случае нарушения ваших прав, ну а в случае, если речь идет о добровольном медицинском страховании, в договоре должны быть четко описаны те условия, те виды услуг, которые медицинское учреждение должно вам оказывать. Вполне могут быть какие-то виды услуг, которые не предусмотрены страховым полисом, тогда в этом случае застрахованное лицо не имеет права претендовать на эти услуги. Ну вот я вам приводил пример, может быть, добровольное медицинское страхование не может себя включать в стоматологические услуги. Ну или, к примеру, оно может включать стоматологические услуги только в части лечения зубов, но, к примеру, не включает протезирование. В этом случае застрахованное лицо не имеет права требовать бесплатного протезирования, а за такие услуги оно должно заплатить. К обязательному страхованию относятся и такие виды взносов, как взносы фонд социального страхования. Эти взносы осуществляет предприятия и существует фонд социального страхования, который страхует работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Этот вид страхования является обязательным. Любой работник, работающий на предприятии, является участником этого фонда социального страхования. Ниже приведен его сайт. И к обязательному социальному страхованию относятся страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. До последнего времени все предприятия за каждого работника обязаны перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Соответственно, в данном случае речь идет об обязательном пенсионном страховании. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации здесь приведен. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 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 Продолжение следует...